Всем привет! Меня зовут Стас, а вы на канале Краткий Момент. Сегодня мы расскажем вам о сюжете первого эпизода первого сезона сериала 2015 года под названием «Люди». Спусти трусики, но не снимай. Первый эпизод первого сезона сериала «Люди» начинается с того, что одинокий рабочий что-то везет на тележке через просторную комнату, которая заполнена почти голыми людьми. Несмотря на феноменальную схожесть, данные тела принадлежат искусственным созданиям, которых называют синтоидами или синтетиками. Проще говоря, все они роботы, которых вскоре купят живые люди для выполнения всевозможных повседневных задач. Когда работник уходит, все синтетики отключаются, за исключением одного, который почему-то смотрит на Луну. Далее нам показывают Джо Хоттинса, мужчину, который с трудом справляется с работой по дому. Его жена Лора находится в командировке, которая продлится дольше, чем ожидалось. Становится очевидно, что без женской руки в доме Хоттинсов будет процветать лишь хаос. Растерянный Джо не выдерживает и решает приобрести синтетика. Он просит свою младшую дочь Софи составить ему компанию по пути до магазина. Купив своего первого синтетика, Джо заканчивает оформлять документы. Продавец заверяет его, что мужчина сделал правильный выбор. Но если вдруг что-то не понравится, то у него есть 30 дней, чтобы вернуть робота без каких-либо проблем. После этого продавец растягивает чехол и показывает синтетика с очень милой внешностью. Софи приходит в восторг. Джо пожимает роботу руку, чтобы передать ему свою основную информацию, после чего она официально становится собственностью мужчины. После прибытия домой, Тоби, сын Джо, увидев красивую синтетика, открывает рот. А вот старшая дочь по имени Матильда остается равнодушной и саркастически смеется, когда узнает, что отец не сообщил матери о такой любопытной покупке. Внезапно робот спрашивает, что бы все хотели на ужин. Джо заметно ухмыляется, так как он осознает, что теперь ему не нужно ломать голову над выполнением этой повседневной задачи. Тем временем Лора направляется в сторону дома. По дороге она понимает, что роботов вокруг стало очень много. После нам показывают Матильду и ее друга Харуна, который вместе подшучивает над роботами соседей. Через некоторое время около дома возникает Лора, появление которой мгновенно портит настроение Матильды. Как только женщина входит в дом, она удивляется, что помещение находится в чистоте и порядке. Софи и Тоби тепло приветствуют свою маму, в отличие от Матильды. Внезапно в комнату заходит синтетик и здоровается с Лорой. Женщина испытывает шок. Видя реакцию жены, Джо предлагает ей поговорить наедине. Лора расстроена тем, что Джо не обсудил с ней покупку синтетика, после чего она требует вернуть его в магазин. Джо, в свою очередь, настаивает на том, что робот крайне необходим их семье, потому что сам он не справляется со всеми делами по дому. Смирившаяся Лора возвращается в гостиную и спрашивает детей, как бы они хотели назвать синтетика. Софи предлагает имя Анита. Все присутствующие одобряют данный вариант. После этого Джо подтверждает имя с помощью планшета. Лора решает проверить последнюю настройку и задает роботу вопрос, как ее зовут. Когда робот отвечает, что ее зовут Анита Хоттинс, Лора испытывает дискомфорт. Далее нам показывают флэшбэк, в котором раскрываются события пятинедельной давности. Как оказалось, Анита состояла в группе беглых андроидов, которые прятались в лесу. Среди них также были Лео, Фред, Макс и Ниска. На полпути до их намеченной цели у Ниски стал заканчиваться заряд. В связи с этим Лео предлагает половине группы разбить лагерь и подождать, пока он вместе с Максом не вернется с источниками энергии. Внезапно в кустах что-то зашевелилось. Лео предупреждает, что при малейшей опасности всем стоит убегать как можно скорее. К счастью, шум издавала всего лишь леса. После этого группа разделилась и занялась своими делами. Несколько часов спустя Лео и Макс вернулись, но на месте никого не оказалось. В этот же момент они увидели группу мужчин, которые затаскивали Фреда, Ниску и Аниту в фургон. Лео попытался спасти своих друзей, но ему это не удалось. Эпизод вновь показывает настоящее время, в котором Лора распаковывает свой багаж и обнаруживает фотоальбом. Она решает спрятать памятный предмет в шкаф, но перед этим проверяет, нет ли кого-нибудь поблизости. Внезапно входит Анита и предлагает свою помощь, но Лора отказывается. Тем временем Лео расспрашивает человека по имени Салем Садик. Он думает, что тот знает о местонахождении Аниты. Садик утверждает, что Аниту купил Сайлос Капик. Когда Лео продолжил свои поиски, Макс сказал, что Анита может быть перепрограммирована или уничтожена, но Лео отказывается верить в подобный исход. Макс подмечает, что с тех пор, как группа распалась, лишь Анита не выходила на связь. На следующий день Анита готовит завтрак для семьи Хокинсов. Когда Матильда отдает распоряжение Аните, Лора напоминает ей, что наличие синтоида не освобождает детей от их обязанностей. Позже женщина делает замечание Аните за то, что она вытирает и без того чистый стол. Чтобы разрядить обстановку, Джо отпускает шутку о том, что Анита ест микрочипы на завтрак. Анита шутку оценила и продолжила смеяться даже тогда, когда все давно перестали. В комнате повисла нотка жути. Далее нас знакомят с доктором по имени Джордж Милликин, которого навещает социальный работник. Прибывшая женщина просит, чтобы мужчина заменил своего робота на более совершенного, но тот решительно отказывается. Когда социальный работник уходит, Джордж открывает шкаф и говорит своему синтезоиду Оди, что их игра в прятки окончена. Оказывается, что Джордж владел этим роботом совместно с покойной женой Мэри, и это является одной из важнейших причин, почему он не хочет избавляться от этого андроида. В доме Хокинсов Анита становится свидетелем того, как Матильда ругает свою мать за то, что та не присутствует в жизни семьи. Наступает ночь, и мы видим, как робот наблюдает за спящей Софи. Когда Лора замечает Аниту за данным занятием, то она приказывает ей никогда больше так не делать. После этого женщина сообщает своему мужу, что чувствует себя замененной роботом. Джо пытается объяснить, что покупка Аниты была совершена не для ее замены, а для того, чтобы дать ей больше времени на семью. Несмотря на это, Лора все еще не понимает своего мужа. На следующий день Лео находит Фреда на сельскохозяйственной фабрике и связывается с ним по телефону. В это время хозяева фабрики обнаруживают другой телефон, который указывает на то, что Фред – разумный андроид. Синтезоид пытается сбежать, но получает в спину электрический снаряд. Лео, находясь на улице, осознает, что Фреду не удалось сбежать. Недолго думая, он вместе с Максом уходит. Тем временем Джордж вместе с Оди отправляются за продуктами. У андроида происходит сбой, из-за которого он начинает ронять стеклянные тары на пол. Продавщица пытается его остановить, но робот случайно бьет ее по лицу. Охранник магазина обездвиживает дефективного синтезоида, а после отключает. Далее нам показывают, как Матильда проверяет рефлексы Аниты, стреляя в нее из игрушечной винтовки. Будучи любопытной, девушка хочет выяснить все допустимые возможности робота, в том числе и ее способность выдерживать урон. Анита останавливает Матильду, после чего спрашивает, зачем она ее испытывает. Через несколько секунд появляется Джо и Лора, которая начинает ругать свою дочь за плохие оценки. В этот момент Анита решает уйти. Матильда оправдывается тем, что миру не нужны ее навыки, потому что, что бы она ни делала, синтезоид может сделать это лучше. В это же время Анита видит фотографию Лоры с маленьким ребенком, и это вызывает некоторые воспоминания из ее прошлого. В продуктовом магазине детективы Карен Восс и Пит Драмонд оценивают ситуацию с Оди. Пит обнаруживает, что последнее обновление робота совершалось более шести лет назад. Джордж умоляет оставить Оди, но детектив настаивает на том, чтобы андроиды списали, поскольку он опасен для общества. Когда Джордж возвращается домой, он пытается разобраться, насколько Оди дефективен. Робот во время различных проверок дает сбои и никак не может вспомнить Мэри. Тем временем Пит отправляется домой к своей жене Джилл, которая проходит курс физиотерапии с помощью синтезоида по имени Саймон. Пит чувствует себя неловко, но он понимает, что для Джилл эти процедуры необходимы. В доме Хокинса Флора осознает, что Софи предпочитает ей Аниту. Она напоминает андроиду, чтобы та никогда не прикасалась к ее дочери. В ответ на это Анита объясняет, что в ней и так заложено ограничение на прикосновение к людям без предварительного разрешения. Где-то в другом месте Лео и Макс направляются в бордель, где работает Ниска. Лео решает пойти туда один и почти сразу же находит кабинку своей подруги. Как только они остаются одни, они тепло обнимают друг друга. Ниска собирается уходить, но Лео ее останавливает, заявляя, что он пока не может взять ее с собой. Он объясняет ей, что при учете недавней ситуации с Фредом лучше не совершать поспешных действий. Лео беспокоится о безопасности группы и о том, что у них до сих пор нет контактов с Анитой, которую на самом деле зовут Мия. Ниска разочарована тем, что ей приходится остаться, но она соглашается не спешить. Затем она объясняет Лео правила борделя. Чтобы уйти, нужно нажать специальную кнопку, которая реагирует только на человеческое тело. Лео производит необходимые действия и кнопка срабатывает, доказывая, что он не андроид, а настоящий человек. В это время Фреда отвозят в лабораторию, где ученые по имени Хоббс беседуют с Робертом, владельцем лаборатории. Роберт хочет вскрыть робота, чтобы изучить, но Хоббс утверждает, что им лучше следует заняться поиском других разумных андроидов. Хоббс подмечает, что Дэвид Элстер, человек, создавший андроидов, преследовал цель сотворить искусственную жизнь. Он вспоминает, что один математик однажды описал неизбежное будущее, в котором машины смогут совершенствоваться и воспроизводить себя без участия людей. Тем временем Джордж, вместо того, чтобы утилизировать Оди, решает сломать его собственными руками. Однако, прежде чем он успевает это сделать, андроид внезапно вспоминает о Мэри, отчего старик вздыхает с облегчением. Например, Анита помогает Лоре с готовкой. Когда робот достает блюда из духовки, София неаккуратно подбегает к горячей посуде. Избегая ребенка, Анита случайно обжигает Лору. Женщина находит данное происшествие странным, поскольку синтезоиды никогда не становятся причиной несчастных случаев или травм своих владельцев. Во время семейного просмотра телевизора Джо находит дополнительное 18 плюс руководство для Аниты, после чего аккуратно прячет его от посторонних глаз. По телевизору идет программа, на которой обсуждается идея полной замены ручного труда людей на труд роботов. Как только Лора замечает, что Анита с интересом слушает телевизор, Матильда решает его выключить. Ночью Лора слышит, как открывается дверь, ведущая на задний двор. Она встает выяснить, что произошло, и к своему удивлению обнаруживает Аниту, которая смотрит на Луну. Робот говорит о том, что Луна прекрасна. Лора находит это немного странным. Где-то в другом месте Макс задается вопросом, найдут ли они когда-нибудь Мию. Лео отвечает, что найдут, потому что они любят друг друга. Далее нам показывают Низку, которая переживает еще одну рабочую ночь в борделе. Похоже, она пользуется большим спросом, что, в свою очередь, не очень радует разумного андроида. Посреди ночи Анита вновь наблюдает за спящей Софи. У робота снова возникает воспоминание о ее прошлом. В ее искусственном разуме проецируется картинка с машиной, находящейся под водой. Чуть погодя, Анита берет Софи на руки и несет ее куда-то вдаль по безлюдной дороге. На этом первый эпизод первого сезона сериала «Люди» заканчивается. Если вы хотите узнать, что произошло во второй серии, тогда не забудьте подписаться на наш канал прямо сейчас. Все они запрограммированы таким образом, что просто не способны причинить нам вред. Сериал «Люди» поднимает очень интересный вопрос о том, кем на самом деле являются андроиды и разумная их версия в мире людей. Можем смело заявить, что данный проект обязателен к просмотру всем, кому понравилось «Черное зеркало» и «Detroit Become Human». На момент выхода этого пересказа люди имеют оценку в 7,4 балла на Кинопоиске, а также 7,9 балла на IMDb. На этом наше видео подходит к концу. Всем большое спасибо за просмотр. Если было интересно, тогда обязательно поддерживайте видео лайком, а канал подпиской, чтобы не пропускать новые пересказы. Ну а с вами был Стас и канал «Краткий момент». Будьте здоровы, смотрите только хорошие фильмы и играйте только в хорошие игры. Всем удачи и всем пока!